Привет, ребята! Наверняка каждый из нас хотя бы раз, но все-таки был недоволен собой. Ну, знаете, формой носа, губ или, может быть, ушей или ноздрей. Вдруг кому-то не нравятся его ноздри, особенно правая. Но сейчас мы расскажем вам историю, которая, скорее всего, поможет справиться с любыми комплексами. Смотрите сами. Это необычная и, на первый взгляд, довольно странная девочка, которую назвали волчонком, обезьянкой и другими неприятными словами, стала известна на весь мир и смогла полюбить себя, несмотря на редкую болезнь. Ну что, заинтригованы? Тогда усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Скорее всего, многие из вас хотя бы разок встречали в интернете фотографии так называемой самой волосатой девочки на планете. Этот статус юная Супатраса Супфан, да, довольно сложное имя, официально получила в 2010 году, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Однако не торопитесь завидовать ее популярности. Ну, если вы вдруг собирались. Дело в том, что эта девочка является одной из 50 человек, известных со времен Средневековья, которые страдали синдромом Амброса – редким генетическим заболеванием. Надо сказать, что в науке не сразу открылась истинная причина странной болячки, и это неудивительно, ведь она скрыта глубоко в хромосомах. Поэтому, пока ученые не могли добраться до таких сложных терминов, таких людей считали оборотнями. Кстати, многие местные жители тоже поначалу побаивались Супату, так как верили в древние легенды и страшные рассказы бабушек и дедушек о людях, превращающихся в хищных зверей. А вот сама девочка всегда говорила, что не испытывает из-за своей болезни никаких неудобств. Но правда ли все действительно так просто и легко, и большое количество волос никак не отразилось на ее жизни? На самом деле это, конечно, не совсем так. Ведь в школе ее довольно часто дразнили, называя девочкой волком, ребенком с лицом обезьянки и другими неприятными, а порой оскорбительными фразочками. Ну да, Супатра и впрямь выглядит довольно необычно, но поток едких слов был просто бесконечным и часто огорчал девочку. Вот что интересно, как только она стала общепризнанной рекордсменкой по количеству волос и популярной на весь мир, в школе все сразу стали относиться к ней намного лучше. И у Супатры наконец-то появились друзья, с которыми она весело проводит время. А в остальном Супатра и вправду живет как обычный ребенок. Несмотря на то, что все ее тело, лицо, уши, даже нос и веки покрыты волосами, девочка всегда умела наслаждаться жизнью. Например, юная жительница Таиланда любит плавать, танцевать под свою любимую музыку и отдыхать с друзьями. Кроме того, в будущем Супатра мечтает стать не кем-нибудь, а врачом, чтобы помогать людям. А журналистам она всегда говорит, что сделает все возможное, чтобы найти способ борьбы с ее синдромом. Такое желание девочки вполне оправдано. Ведь эта болезнь принесла подростку немало испытаний. Кроме общения со сверстниками, с самого детства ей приходилось терпеть регулярные стрижки волос, так как они росли слишком быстро. Иногда мама даже делала ей разные прически. Например, какое-то время Супатра носила челку, которая ей очень нравилась. А когда она была совсем маленькой, врачи попытались удалить всю шерсть лазером, но эффект был довольно коротким. Кроме того, как рассказал отец девочки на одной из встреч с журналистами, при рождении ноздри малышки были слишком маленькими, всего один миллиметр в ширину. Да, настолько крохотные. Из-за этого первые три месяца она провела в инкубаторе, где постоянно поддерживалось ее дыхание. Всего же Супатра пролежала в больнице целых девять месяцев. И только когда ей исполнилось два года, врачи наконец смогли провести несколько сложных операций, чтобы девочка начала свободно дышать. К счастью, все это осталось позади. И сегодня Супатра может не только дышать полной грудью, но и с гордостью учить других людей тому, как важно любить самих себя в любом образе. И если в далеком прошлом большинство людей сторонилось больных синдромом Амброса, то этой общительной и жизнерадостной жительнице Таиланда удалось в самом деле постепенно влиться в общество, да еще и обрести мировую известность. Супатра уже давно свыклась со своей особенностью и даже гордится тем, что стала такой популярной. Кроме того, в начале 2018 года девочка опубликовала в соцсетях пост о том, что она вышла замуж за любовь всей своей жизни. Пожалуй, это лучше всего доказывает, что внешность человека далеко не главная. Поэтому, если у вас есть какие-то комплексы или вы недовольны собой, просто еще разок пересмотрите это видео. Кстати, обретя счастье со своим мужем, Супатра решила впервые избавиться от волос на лице и теле. В социальных сетях девушка с удовольствием делится фотографиями своего нового облика и получает только самые приятные отзывы. На этом все. До скорых встреч!